МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». В Молдавском информационном пространстве заговорили о планах столичных муниципальных советников внедрить в общественном транспорте систему электронных платежей. Очень своевременно. Главное, в результате внедрения этой системы вырастет контроль доходов столичного общественного транспорта. Нетрудно предположить, что этот контроль приведет и к увеличению доходов столичного муниципия. Как у каждого новшества, уже на стадии обсуждения возникает много аргументов не только за, но и против. И чтобы облегчить понимание того, что ждет столичных жителей, поговорить об этом мы пригласили муниципального советника от партии социалистов Никиту Циркан. Добрый день! Здравствуйте! Ну вот первый, достаточно закономерный вопрос. Предполагаемая система, это система электронных карточек, единых билетов или что-то еще. Вот если можно раскрыть скобки для понимания этого проекта, который вам, как муниципальным советникам, уже познакомившись с самой сути проекта, все известно, а вот кишиневцам еще только предстоит познать. Ну смотрите, мы сейчас говорим скорее о концепции единой электронной оплаты проезда. То есть она что подразумевает собой? Что есть, как вы правильно сказали, есть карточка определенная, то есть есть разные виды, как это можно внедрять. Можно сделать эту карточку по примеру, например, как это есть в Москве, когда у вас в карточке встроен чип, и вы кладете на него деньги фактически, то есть эти деньги кладутся на этот чип, и вы там чипом проводите, и проходите, там уже пользуетесь, например, в Москве. Как банковская карточка. Абсолютно верно, то есть только не вводите пин, в чем различие. Такая система, в принципе, она работает сейчас в большинстве городов, где есть электронная система оплаты проезда, но сейчас шагнуло развитие технологии, сделало шаг огромный вперед, и если мы сейчас говорим, например, о Кишиневе, я, например, лично бы думал бы сейчас, наверное, скорее о системе, которая подразумевает там NFC, она называется, если не вдаваться в технические подробности. С помощью мобильного телефона, мобильного приложения? Не совсем, то есть оно работает, эта система вот NFC, она есть в мобильных телефонах нового поколения, вы можете, в принципе, в дальнейшем можем говорить о том, чтобы просто с телефона рассчитываться, но сейчас мы говорим о карточках скорее тоже. Они очень дешевые, то есть там не нужен физический чип, это все ваши данные находятся в облаке, то есть они находятся где-то там в интернете, и понятно, что они шифруются, к ним доступа никакого нет, это все, то есть вы кладете деньги на, грубо говоря, на свой, например, банковский счет. И программа, когда вы прикладываете карточку, она обращается к вашему банковскому счету, считывает оттуда информацию, и вот так, собственно, вы и проходите дальше. Ну, для людей 21 века вещь эта знакома, но нельзя забывать о людях старшего возраста, например, многим еще, так сказать, только не под силу все возможности интернета, не под силу, может быть, те возможности, которые открывают виртуальные технологии, а вот управление, ну, или с помощью этой карточки, то есть не получится ли так, что мы, ну, в данном, как бы за пределы всей этой системы отводим место людям старшего поколения, для них уже возникает несколько вопросов, как же с этой карточкой, это не деньги, это… Абсолютно, я понимаю, ваш вопрос, абсолютно… Как пополнить что, там возникает целая серия вопросов. Точно так же это будет, например, и мы сейчас, у нас есть рабочая группа в примарии, мы обсуждаем, то есть этот вопрос, так вышло, что туда входят, к сожалению, советники не из всех фракций, то есть в основном это наша фракция, только социалистов, то есть, видимо, нам больше всех интересно делать жизнь кишиневцев, как-то упрощать ее и внедрять какие-то новые элементы в нее. Смотрите, мы сейчас говорим, если о электронных платежах, это примерно для людей, там, старшего поколения, это будет точно так же, как пополнить счет телефона. То есть они же научились это делать, они же сейчас у каждого пожилого человека плюс-минус, там у каждого второго, давайте скажем так, есть мобильный телефон. Они научились класть деньги себе на счет. То есть примерно такой же механизм будет пополнение счета на карточку. Плюс ко всему, то есть если мы сейчас говорим о электронных платежах, о карточках, скорее всего у людей, которые, например, сейчас есть проездные, то у них будут просто карточки, которые не лимитированы по поездкам. То же самое принцип проездного, просто у нее будет физическая карточка у человека, которая будет просто проходить, она будет примерно то же самое, что и есть сейчас вот эти вот бумажные проездные. И будет еще проще, потому что карточка пластиковая все равно чувствуется, как по мне, она более как-то презентабельно, во-первых, выглядит, во-вторых, она удобнее в использовании, она не порвется, если пролил воду, она не размокнет. Ну, то есть удобнее намного это все делать. То есть не погибнет, как проездные билеты, отпечатанные в типографии. И да, и тут мы, на самом деле, это есть огромное количество плюсов. Есть, понятное дело, там вопросы по системе электронной, там один из, тот, который вы упомянули по поводу старшего поколения. Но очень огромное количество плюсов в этой системе, например, то, что мы пытаемся сейчас объединить, эта карта единая, то есть она должна, по идее, объединить весь транспорт, который находится в Кишиневе. То есть на первоначальном этапе это будут троллейбусы и автобусы, следующий этап это будут уже маршрутки. То есть мы должны вместе с вами, с жителями Кишинева, давать четкий сигнал людям, которые вводят маршрутки, которые владеют компаниями по обслуживанию транспортом Кишинева. Мы говорим о том, что, если вы хотите работать в условиях примари, то есть муниципе Кишинева, вы должны принимать определенные условия. Например, одно из этих условий — это поставить у себя, разместить, во-первых, валидатор, который будет проверять карточки, и следующий момент — GPS, где будет отслеживать, где вы находитесь, чтобы не было истории, что четыре маршрутки идут подряд, а пятая приезжает через час. Или такая же система, например, с троллейбусами и с автобусами. Мы должны четко идти по этапу внедрения, шаг за шагом для того, чтобы построить идеальную систему для работы. Понимаю. Но вот кишиневцы, я уверен, справятся с этим нововведением. Наоборот, даже более того, понравится это нововведение, если еще будет достаточно гибкий, интересный тарифное меню, как сейчас принято говорить, чтобы, например, я знаю, целый ряд стран используют вот такой электронный проездной билет для того, чтобы ездить сразу в нескольких видах транспорта. То есть можно было отметиться в одном из, допустим, в троллейбусе, начало поездки, потом пересесть в автобус, а потом даже и в метро. И уже потом там на выходе отметил конец поездки. И дальше считывается та сумма денег или, наоборот, вот уже изначально проплаченные деньги как раз лимитируют тебя двумя-тремя видами транспорта. Ну а как быть, например, гостям столицы, который, ну, приехал в Кишинев, давайте возьмем нашего соотечественника, допустим, там, жителя села Климон-Кауция, там, с Бричанского района. Вот он впервые в столице, ему достаточно сложно будет, например, ориентироваться. Как ему быть здесь? Будет ли предусмотрен разовый какой-то билет? Либо, ну, не знаю. Я понимаю, что трудно предположить, чтобы, например, была такая карточка гостя, но тем не менее, вот что электронная система предусматривает и такой вариант. На самом деле это не что-то из ряда вон выходящее. То есть, опять же, я говорю, привожу примеры, например, Москвы, могу привести пример Праги. То есть, если не смотреть не только в Россию, смотреть и в страны Евросоюза, очень простое решение этого вопроса. То есть, люди, которые приезжают, там очень много туристов в Праге, так же, как и в Москве, и в других там городах, столицах европейских, или крупных просто городах. У вас есть возможность купить разовую поездку. То есть, например, вы подходите к аппарату, где по всему городу у нас есть небольшие аппараты, в каждом втором магазине, где вы можете пополнить себе счет на телефон, заплатить за интернет, за коммунальные услуги и так далее. То есть, там может появиться окошко, я не говорю о том, что это сейчас появится, это просто в планах, что может появиться, например, окошко, где вы можете заплатить за одну поездку в транспорте. И вместо чека вам выйдет QR-код, то есть, такое специальное техническое решение, как картинка зашифрованная, которую вы подойдете, поставите в транспорте к валидатору и все, у вас есть одна поездка. То есть, есть такой вариант. Есть вариант, то есть, то, что, например, предлагала Примария 4 года назад в проекте, который был в 2013 году, там Европейский банк по реконструкции работал, израильская компания Ром там проводила аналитические исследования, какой нужно внедрять в Кишиневе транспорт. То есть, в Кишиневском транспорте какую систему электронную надо внедрять. Тут, кстати говоря, надо отметить, что 4 года, ровно с 2013 года по 2017 год по сегодняшний день этим проектом, то есть, этим аналитическим отчетом они вообще не пользовались. Вот как одноклассник Киртуака Гомрецкий положил этот отчет на полку, вот там он и лежал. Никто не удослужился в управлении транспорта даже прочитать, что там. Они не знают элементарные цифры, они не понимают методологию вычисления проезда, насколько это удешевит нам, то есть, я говорю, нам это Примария, насколько проезд, насколько будет это выгоднее. То есть, никто не знает о плюсах, никто не знает о минусах. Они просто этот отчет взяли, убрали и никто с ним не работал. И это большая проблема. То есть, вы понимаете, если бы у нас Примария функционировала нормально, то мы бы 4 года назад смогли бы внедрить электронную систему оплаты и уже к сегодняшнему дню люди бы ездили... Мы бы обсуждали не о проблемах, а о внедрении, а наоборот, о том, как это все развивать. То есть, во всех плюс-минус крупных городах стран СНГ эта система уже внедрена. То есть, Москва, понятно, Петербург есть, Казань есть, Минск внедрена. Если я не ошибаюсь, или Гродно, или Гомель, какой-то из этих белорусских городов, тоже есть эта система. Сейчас вот у наших соседей в Украине, в Одессе, вот совсем скоро, в ноябре месяце, если не ошибаюсь, начнется программа по внедрению тоже единой электронной системы оплаты проезда. То есть, все к этому идут. И у нас, причем, возможности позволяют это делать. У нас огромное количество троллейбусов, которые на сегодняшний день, то есть, троллейбусный парк, там, они плачутся. Понятно, что им не хватает, всегда им не будет хватать, потому что с таким руководством. Но, тем не менее, у них есть возможность это сделать. У них есть возможность это внедрить в тестовом режиме, попробовать, как это работает, и дальше уже идти по накатанной схеме, один за одним маршрутом это все внедрять. То же самое с автобусным парком. Там ситуация немного сложнее, потому что там автопарк старее. То есть, в этом проблема. А тут, на самом деле, только нужно желание. То есть, мы как фракция социалистов давно это говорили, говорим и будем говорить, что мы научим людей из управления примарии работать. Если люди привыкли, когда был Дарин Киртуак, и он Дарин Киртуак и до сих пор есть, что дело его живет в примарии, потому что никто ни за что не отвечает, никто не понимает, как что должно работать. Люди привыкли только зарабатывать деньги на всем, чем можно, но не давая при этом результатов. Вот эту ситуацию надо менять, и мы вот это начали во всех областях это делать. Ну, предусматривает эта система и систему контроля. Смотрите, вы упомянули валидатор, то есть, это считывающее устройство, которое считывает ту информацию, которую вы подаете, то есть, оплата, произошла оплата, вы спокойно садитесь, едете, но ведь, наверное, как сказать, институт зайства или, так сказать, само вот этот феномен бесплатного или без неоплаченного проезда, он никуда пока не исчез из нашей жизни. Зайцы всегда, видимо, еще будут, сколько будет существовать общественный транспорт. Здесь система контроля как-то предполагается, ну, предполагается наличествовать, то есть, будет ли, например, какая-то система контролеров, и как это может осуществляться? Ну, смотрите, опять же, здесь по опыту городов, где это уже было внедрено, можно говорить о том, что есть на первом этапе, то есть, дублируется, есть контролеры, которые ходят, проверяют с валидаторами, есть люди просто проверяющие, которые просят показать, у них тоже есть валидаторы, то есть, есть специальное устройство, которое они подносят к вашей карточке или к вашему билету, и они смотрят, во сколько вы зашли, то есть, эта система дает данные. Да, где вы зашли, во сколько вы зашли, сегодня ли вы купили этот билет, то есть, когда вы его купили, то есть, показать билет, это не значит, то есть, это как у нас, например, зайцы ездили до этого, то есть, ты мог взять билет у выходящего человека и показать, что у тебя есть билет, и, в принципе, ничего сделать не могли, то есть, билет есть, есть физически, все, значит, проверить тебя не могут. Сейчас ситуация немножко изменится, потому что у тебя, ну, то есть, при внедрении этой системы, потому что видно, во сколько ты, я же говорю еще раз, во сколько ты зашел, где ты купил билет, как ты его купил, где ты его пробил, и видно, то есть отслеживание пойдет по всем. Это на самом деле хорошо, потому что помимо того, что мы будем видеть, где и когда люди заходят на станцию, мы будем еще и понимать, например, где функционируют точки продажи лучше, где, например, больше поток, и люди вынуждены там, например, больше стоять в очереди, чтобы не создавать вот этих паровозов из людей для того, чтобы купить билет или положить денег на счет. Мы будем распределять точечно, где людям удобнее это делать. То есть тут все должно выстраиваться на том, чтобы было удобно человеку. Без этого ничего внедрять нельзя, тогда это неправильно, это не имеет смысла. Если мы просто сейчас, например, как предлагают, опять же, в Примари, делать на входе турникет, то есть когда вы выходите в транспорт, в автобус, открывать переднюю дверь, будет стоять турникет, и люди должны будут рассчитываться либо с водителем, либо пробивать там карточки. А сколько же времени займет посадка? Это был первый вопрос. То есть это просто об этом говорят люди, которые не ездят в общественном транспорте. Я каждое утро езжу на работу в троллейбусах. Я вижу, я понимаю, о чем я говорю. То есть когда человек элементарно садится в 22-й, в 24-й троллейбус, давайте не в 7.30, в 8 утра, это пиковое время. То есть у вас, например, я говорю, за ботанику говорю, потому что я езжу оттуда часто. Вот в 8.30 утра невозможно не в забитом троллейбусе доехать до остановки напротив Примарии. Вот он забитый на всем маршруте движения. И точно такая ситуация начинается с 6 часов вечера, то есть вот час с 6 до 7. То же самое, потому что люди возвращаются, и когда мы ставим еще турникеты, это просто нереально, что будет происходить. Люди будут толпиться, люди будут нервничать. И мало того, что они толкаются, когда они едут, они злые на работу, потому что утро, и потому что надо ехать, потому что душно. Это отдельный разговор о кондиционерах в транспорте в нашем. Таких еще и заставляют ждать, толкаться. Я не исключаю того, что это может быть выломано в первую неделю, потому что когда люди заходят, они быстро должны зайти. Представьте себе, что будет человеком, который замешкался или уронил деньги. Не дай бог, я говорю, тут может быть дойти до критичного, абсолютно, что если у него упадет эта карточка или деньги упадет, его могут задавить просто-напросто, потому что поток большой. Тут надо, я же говорю, тут надо подходить, во-первых, торопиться не надо. То есть мы не говорим о том, что давайте-давайте быстрее, потому что это надо сделать, потому что это там сейчас модно, это тренд и так далее. Нет, мы говорим о том, что сейчас мы готовы, то есть Кишневская премария к этому готова. Вопрос только в том, чтобы встать и начать это делать. То есть все инструменты у нас есть в руках. Тут вопрос только в политической, скажем так, воле, назовем ее так, чтобы люди начали работать и это все внедрять. А остальное, тут нет никаких больше, мне кажется, препонов с точки зрения, то есть менталитета жителей Кишинева. Я уверен, это очень быстро изменится. Люди поймут, примут и начнут этим пользоваться, и это будет удобно. Тем более у нас большое количество студентов в городе живет и учится. Большое количество молодежи, которая приезжает постоянно. То есть для них это вообще будет в радость. То есть когда, это мы говорим о втором, уже о третьем этапе, когда человек с мобильного телефона сможет пополнять себе счет карточки, то есть или там, например, ездить в кредит, грубо говоря, и потом деньги у него будут снимать с чего-то телефона. То есть это вообще что-то для нашего сейчас восприятия, это что-то фантастическое. На самом деле это техническое решение делается за несколько месяцев. То есть не приходится изобретать заново велосипед? Это все, что уже есть, это придумано до нас. Вопрос только взять самые лучшие примеры и внедрить это у нас. Не делать так, как предлагает, например, сейчас либеральная партия, что взять проект 2013 года и начать внедрять у нас. Много времени прошло. Это старое все, что они предлагают. Не настолько, конечно, там, как билетики, которые сейчас у нас есть в троллейбусах, но тем не менее это уже устарело. Это огромное количество денег просто уйдет в никуда. Для чего внедрять старое, пускай это будет чуть дешевле. Хотя я очень в этом сомневаюсь. Но давайте сделаем, потому что у нас есть проект. Не надо делать, не надо делать лишь бы. Надо делать нормально. То есть лишь бы мы видим, как это делается. Мы видели, как сделали тротуарную плитку в центре города. Когда мы видим, как у нас троллейбусы закупали, что троллейбусы там разваливались какой-то был период времени. Мы видели автобусы, как закупали. Это все прекрасно мы видели. Лишь бы нам хватит. Лишь бы давайте начнем делать правильно. Чуть-чуть, может, больше времени это займет, но зато люди начнут этим нормально пользоваться. Ну вот слушая вас, я как минимум два таких положительных момента для себя отметил. Первое. Во-первых, электронные платежи. Это платежи, которые легко отследить. Во всяком случае, в копилку бюджета в муниципе будут поступать конкретные деньги от конкретных услуг. То есть в данном случае транспортных услуг, которые предоставляет общественный транспорт кишиневцам. И здесь уже нельзя, наверное, говорить о каком-то человеческом факторе. Допустим, с работы с наличкой возникает вопрос, все ли наличные средства учтены. Здесь учитывается, в принципе, все до обонуться. Это, извините, что я вас перебиваю, это вот то, чего больше всего боится управление транспортом. Там троллейбусный, автобусный парк, они боятся, что у них заберут так называемый кэш. Что эти деньги сейчас фактически, я говорю так, как есть, это признают и управление транспортом, это признает и троллейбусный, автобусный парк. Деньги невозможно уследить, невозможно понять, откуда, какие финансы. Они сами не могут называть конкретные числа и цифры, сколько в день приходит. То есть практически на каждом уровне происходит утечка. То есть они не отрицают, что у них есть определенный процент, который утечек кэша, который невозможно отследить. Там на уровне кондукторов, на уровне водителей, на уровне людей, которые контролируют этих водителей и кондукторов, на уровне тех людей, которые печатают фальшивые билеты. И потом, то есть был же недавно, там какое-то время назад скандал, когда продавали кондукторы, то есть давали фальшивые билеты. Ну это же, мы же с вами не живем в начале 20 века. Мы же должны, если мы уж претендуем... 21 век в разгаре. В разгаре уже давно, да. Если мы претендуем на звание столицы, так давайте это делать. Я понимаю, что тяжело с нынешним положением вещей говорить о том, что Кишинев столица, потому что беда по всем направлениям. Но давайте выруливать ситуацию, делать это вместе. От кэша надо уходить, потому что мы должны контролировать денежные потоки. Эти деньги должны заходить в бюджет примарии для того, чтобы потом проводить реформу. Вот как сказал один мой хороший знакомый, что половина работников примарии надо заменять компьютерными скриптами. Это какими-то командами, которые люди будут выполнять. То есть есть люди нефункциональные. Вот от них в каком-то моменте надо выстраивать систему таким образом, чтобы система стала функциональной. И тогда у нас работа начнет идти хорошо. Ну вот я еще и подумал о том, что благодаря, наверное, вот такому электронным платежам можно увидеть и изучить логистику транспортного движения. То есть как обеспечиваем мы этой услугой кишиневцев. Что имеется в виду? Где-то мы видим, будет отмечено, что на этот вид, на этот номер или маршрут такое количество пассажиров. Мы наблюдаем, например, что ездят у нас и полупустые троллейбусы. Кажется, ну вот почему на этом маршруте сдвоенный троллейбус, а там сидят человек 10-15. И можно и здесь, наверное, вести порядок. Ну мы, я в начале нашего с вами диалога, в начале передачи сказал о том, что здесь надо, мы не говорим вот в единой электронной системе оплаты проезда, мы не говорим только о валидаторах, о том, что оплачивать по карточке и все. Мы говорим о комплексной системе, которая включает в себя, например, вот то, о чем вы говорите, это система отслеживания GPS. То есть сейчас на самом деле надо отдать должное. Я тут говорю как есть. То есть я не говорю там, что все в троллейбусном парке плохо, и там беда, и надо всех поднимать, выгонять. Нет, есть определенные люди, по которым есть вопросы, которых нужно снимать с занимаемых должностей, потому что у них есть определенное количество, к ним накопились вопросы, на которые они не могут ответить. Ими должны заниматься соответствующие органы. Вот муниципальный совет должен решить, мы должны принять решение по этим людям и освободить их от должности и туда назначить людей, которые будут в этом понимать что-то. Сейчас, если мы говорим о GPS, троллейбусный парк, например, на 30 маршруте, который ездит в аэропорт троллейбус, у них они ввели там тестовый режим GPS. То есть они отслеживают, у них есть система, они нам показывали, как работает эта система. То есть во сколько троллейбус проезжает каждую остановку, опаздывает. То есть у них есть система градации, когда приезжает троллейбус раньше указанного времени, это плохо. Когда он опаздывает больше, чем на 5 минут, это тоже плохо. То есть у них есть разного цвета картинки. То есть все диспетчеры это все видят, и они могут контролировать то, о чем вы говорите. Абсолютно верно. Сколько единиц транспорта нужно в определенные часы для того, чтобы обеспечить нормально функционирующий пассажиропоток. Есть огромное количество маршрутов, которые, во-первых, простроены не совсем логично, которые непонятно когда ходят. Это усложняется еще той ситуацией, что у нас нет отдельной выделенной линии для общественного транспорта. Потому что троллейбус или автобус в любой момент могут упасть в пробку, потому что кто-то где-то строит круг очередной. И все. Мне кажется, с этого и надо бы начать, потому что, насколько мой опыт мне говорит, именно наличие свободной полосы, выделенной полосы для общественного транспорта позволяет соблюдать расписание. Иначе ведь ты зависишь от уличного трафика. И каким бы ни был бы хороший водитель троллейбуса, он упирается в пробки. А эта выделенная полоса дает возможность, в данном случае, как сейчас модно говорить, предоставлять услугу качественно и вовремя. И я сам наблюдал, когда стоишь на остановке в той или иной европейской столице и видишь, допустим, трамвай или автобус должен появиться в 17.38. И он в 17.38 появляется. И вот смотришь по сторонам, сейчас в 17.35, ничто не предвещает. И вдруг в 17.38 слышишь, как подкатывает. И дверь открывается, и ты понимаешь, насколько это комфортно, как это уважительно по отношению к человеческому времени. Потому что ты можешь строить свой рабочий график, исходя из того, что тебя не подведет. Общественный транспорт, ты чувствуешь, что живешь в таком комфортном, живешь и работаешь в комфортном состоянии. И совершенно иначе воспринимается жизнь. У нас ведь, спросите любого кишиневца, осломанные каблуки, убитые подвески, с водителем разговаривая, это мат-перемат. Я уже, так сказать, позволю себе. Потому что нет нормальных человеческих слов для того, чтобы выразить состояние кишиневских сегодняшних дорог. Есть показательные какие-то магистрали в ожидании вот этого показательного парада, вот укладки асфальта. Прошло много лет. Да, тут, если мы переключаемся на тему дорог, я удивлен, очень мягко говоря удивлен, потому что нас смотрят люди тому, как, скажем так, в кавычках, реконструировали бульвар Штефана Челмаре. На самом деле, если так присмотреться, то есть, да, они постелили новое асфальтное полотно. Я уже не говорю о том, что какой толщины было до того, как они его снимали, какой толщины они постелили сейчас. По поводу того, что у нас полтора года не было разметки на Штефана. Посмотрите, что они сделали сейчас с тротуарной плиткой, которая идет на Штефана. Они, это просто ужас какой-то на самом деле. Потому что во всем мире говорят про молдаван-строителей. Говорят, что они строят нормально, но, видимо, те молдаване-строители, которые строят, они строят за пределами Кишинева. Потому что то, как, и нельзя винить строителей, потому что у них есть четкая задача, как это делать. Им не додают каких-то материалов, и они вынуждены стыки между плитками заливать просто обычным цементом. Но это же ненормально. Это же одна зима, и ничего не будет. И раскрошится вся эта плитка, и уйдет. Что нового появилось на Штефана? И снова из бюджета будут выниматься деньги. И снова из бюджета будут вынимать деньги, абсолютно верно. И они будут просить, приходить, и потом говорить, что им не дают денег. Это надо было делать сначала. Вы взяли огромный кредит. Сумасшедшие деньги на это пошло, на реконструкцию этой улицы. Поставьте простые клумбы, есть такие специальные полусферы, которые ставятся, бетонные, для того, чтобы машины не парковались. Посмотрите, они сделали якобы парковки. Они со Штефана убрали деревья, срезали, мотивируя это тем, что деревья мешают, и там, скорее всего, появятся небольшие парковки. Ничего не изменилось. Как парковались на велосипедной дорожке машины, так они и паркуются. Полиция, я думаю, что она уже устала просто штрафовать людей, потому что я сам видел несколько раз, когда полицейские проходили, снимали подряд номера, но их тоже можно понять. Каждый день у них день сурка. Одни и те же машины, грубо говоря, приезжают, и там же паркуются. И ничего не сделают. И когда ты задаешь вопрос начальнику управления транспорта, который вообще, в принципе, не появляется, есть постоянно его зам, и спрашиваешь, почему вы не поставите сферы для того, чтобы не заезжали машины? Они пожимают плечами и говорят, ну, мы подумаем, не знаю почему. Ну, вот как-то не додумались до этого. Видимо, не так они болеют за город, как иные люди. Ну, тогда такой вопрос. Вернемся снова к нашей теме разговора. Опыт каких стран, во всяком случае, был исследован для того, чтобы вынести такое свое определение в пользу электронных платежей за услуги общественного транспорта? Тут, на самом деле, мы даже не говорим, наверное, не опыт стран, а скорее опыт городов. И я уже говорил о том, что здесь надо брать лучшие примеры практик мировых. Неважно, будь то Россия, будь то страны бывшего Советского Союза, будь то страны Европейского Союза. Я вам скажу, даже мы смотрели варианты азиатских стран много. То есть, есть там элементы, которые нам нужно перенимать. То есть, это больше в технологических моментах, если мы рассматриваем. Мы смотрели примеры того, как это есть, например, в Соединенных Штатах Америки. То есть, как там это работает. Для того, чтобы максимально... Я же говорю, у нас есть рабочая группа. Каждый у нас отвечает за определенное направление в этой группе. Каждый приходил с отчетом и рассказывал, что, например, я отвечаю за несколько городов. Конкретно, если говорить обо мне. Я рассматривал два примера. То есть, два примера уже, где это внедрено. И третий пример, который есть у нас вот под боком. Мы говорили... Я презентовал вариант, который есть в Москве, имплементированный, и вариант, который есть в Праге. Сейчас мы все вместе сели и смотрели, как это проходит в Одессе. Как это внедряли в Одессе. В Виннице тоже есть такая история. В Киеве начали вводить. То есть, у нас вокруг нас везде это начинает, на самом деле, потихоньку-потихоньку. То есть, это входить в нормальное абсолютно восприятие. То есть, ну да, электронная оплата. Это же, ну то есть, это удобно, это понятно. Это надо делать. То есть, во всех городах крупных это порядки вещей. И они начинают этот процесс запускать. В Кишиневе его тоже запустили. И запустили его так. Получалось, два раза его запускали. И два раза накануне выборов. Вот если посмотреть, в 2011 году Дарин Киртуак из команды ходил, кричал направо и налево, что уже вот-вот, у нас все есть. Мы завтра буквально запускаем. И в 2014 году, в 2015, простите, году то же самое было. Ходил Нистор Горзаву вместе с Киртуаком. Они заходили в троллейбус. Говорили о том, что вот уже завтра они, валидаторы, прямо они уже чуть ли не на границе стоят. Они их сертифицируют и мы поставим в троллейбус. То есть, как вы видите, прошло два года, ни валидаторов, ни Киртуак, ни Горзаву ездящих, которые с этими троллейбусами, непонятно, где они находятся. Понятно, что на сегодняшний день это было откровенно вранье, как и в большинстве случаев. Либералы, то есть, они так работают. Увы, ничего для города полезного не приносят. Ну, вот немало нареканий в адрес работы маршрутных такси сегодня. Смотрите, подбирают пассажиров там, где им вздумается. Ну, там, где увидели пассажира, там подбирают. То есть, остановки общественного транспорта для них не существует. Будет ли для них правилом того, то есть, будет ли задействовано, так сказать, маршрутные такси вот в этой системе электронных платежей? Или там пока еще зона кэша? Смотрите, я позволю себе процитировать известного урбаниста Вука Навучика. Я рекомендую тем людям, которые интересуются транспортными потоками и вообще устройства городов, познакомиться с его трудами. Вот я здесь с ним абсолютно согласен в истории, что любой уважающий себя город, мэрия и мэр должен сделать все возможное для того, чтобы избавиться от маршруток. Я считаю, что в Кишиневе история с маршрутками должна была закончиться уже давно. Прям очень давно. Это было временное решение создавшейся проблемы. Это временное решение затянулось. Я понимаю, что людям есть категория людей, которым маршрутки удобны, которые привыкли ездить на маршрутках, потому что маршрутка их забирает около подъезда и везет их прямо до работы. Но в то же время нужно понимать, что эти маршрутки создают огромное количество проблем. Я говорю сейчас о функционировании общественного транспорта, то есть создают перебой в работе общественного транспорта. Давайте смотреть по правде. Эти маршрутки создают огромную угрозу для жизни, в принципе, пассажиров. То, о чем мы говорим. То есть почти каждую неделю у нас есть авария с участием маршруток. Каждую неделю. То есть обогнала, проскочила, подобрала, остановила маршрутка где-то, там, где нельзя это делать. То есть это аварийные ситуации, от которых надо уходить, избавляться. Они мешают. То есть, на мой взгляд, я говорю сейчас лично о себе, от маршруток надо, чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее мы примем это волевое решение избавиться от маршруток, тем будет лучше для нас. В сегодняшней ситуации, если мы говорим о внедрении электронной оплаты транспорта, и проезда, то есть, если маршрутки согласятся пойти, а они вынуждены будут согласиться пойти на условия, которые перед ними ставит мэрия, о том, что вы ставите у себя датчик GPS, вы должны пройти технический контроль, вы должны установить у себя в транспорте валидатор, вы должны сделать вот еще несколько требований, и тогда вы можете осуществлять свою работу, тогда вы можете ездить по маршрутам, которые скажем мы вам, не которого вы выберете сами, не которого вы будете менять, потому что вот здесь вот выскочите, они же не ездят практически никто по тем маршрутам, которые им дают. Изначально изначально. Да, то есть, если троллейбус ездит по линии, выделенной, он не может с нее съехать, то есть, в каких-то там крайних случаях, когда об этом предупреждают за несколько дней, о том, что маршрут меняет, вернее, троллейбус меняет свой маршрут на определенное количество времени. С автобусами та же история. Маршрутка может просто в минуту съехать на другую улицу, проехать, потому что ему так удобно. Ну, сам был свидетелем, когда водитель маршрутного такси оборачивался в салон и спрашивал, говорит, а вот на этой улице предполагает кто-то сойти? Ну, все говорят, нет, но мы там доконечны. Прекрасно приняли решение для себя вот 7-8 пассажиров. А вот на этом участке стоят, наверное, тоже кишиневцы и ждут это маршрутное такси. Мы не дождались в те минуты, потому что вот удобно было проехать, так сказать, сократив себе путь, сэкономив горючее, высадить эту группу, посадить другую группу и дальше себе следовать по тому маршруту, к которому привык. Мне кажется, маршрутное такси – это решение временное или невременное, решение, например, для того, чтобы связать общественным транспортом те районы или пригороды нашей столицы, которые не обеспечены, будем говорить, троллейбусом, автобусным движением. И здесь как раз маршрутное такси бы привели, подставили бы плечо, так сказать, кишиневскому городскому хозяйству. Это на самом деле решение, то, о чем мы встречались с определенными экономическими агентами, которые осуществляют перевозки. Мы с ними общались, я задавал вопрос, друзья, зачем вам все лезете в центр? Я понимаю, это деньги, это большой поток денег, вы зарабатываете больше. Но есть отличная возможность ездить в пригороды. Поставьте несколько точек, скажем, у нас есть условные точки отъезда, например, на Ботанике, на Рыжкановке есть два больших гипермаркета, от которых можно отъезжать. То есть там огромная площадка для этого существует. Я не думаю, что они будут против, если с ними поговорить. И оттуда осуществлять до Крикова на маршрутке, до Тагатина на Чеканах, Бачой, Бубуеч. То есть неважно, эти люди будут разъезжаться, их огромное количество в Кишиневе. Им правда тяжело добираться до своего населенного пункта. А в тот момент, когда у тебя будет четкий график, когда ездит маршрутка, когда будет не один автобус в час, а, например, там будет 4 маршрутки в час, человеку будет проще ориентироваться. Он знает, что он, например, до 11-12 часов может уехать к себе домой. И хотите сделать проезд больше? Понятно, что вы будете затрачивать больше на это топливо, дорога длиннее, тяжелее. Это же все обсуждаемо. То есть приходите с решениями, не приходите в примарию и кричите о том, что вы хотите 10 лей. Когда вас спрашивают, почему 10 лей, вы не можете ничего сказать, потому что вот вы так решили. Так это не работает. Надо говорить о том, какие у вас есть проблемы. Когда вы выполняете все требования, которые перед вами ставит мэрия, перед вами ставит полиция о безопасности движения, о том, в каких условиях, что не должно быть стоячих пассажиров, им же не выгодно так ездить. Они же ничего не соблюдают. То есть вы играете не по правилам и хотите еще зарабатывать больше. Опять же говорю, так это не работает. Надо договариваться на берегу и идти четко по указанной линии закона. Только так получится работа, по-другому. Закончились те времена, когда можно было делать все, что они хотят. Хаос в работе в примарию, он закончился. Закончился он в тот момент, когда социалисты пришли в примарию. То есть мы пытаемся контролировать вот эти все. Это тяжело, безумно тяжело, потому что люди привыкли так работать годами. И им тяжело сейчас перестраиваться и осознавать в том, что тот момент, что как раньше уже не будет. То есть наступает момент контроля и ответственности. Он уже наступил. То есть мы пытаемся контролировать, начиная от вопросов транспорта. У нас отлично работает комиссия ЖКХ, которая пытается регулировать. Это огромный пласт работы просто. У нас есть комиссия, которая работает по бюджету экономической, которая тоже там огроменный фронт работы. И надо прорабатывать. Есть люди, которые занимаются вопросами по незаконным строительствам. То есть это же все надо разбираться. То есть у нас всего ничего в муниципальном совете, когда еще он не функционален больше, чем наполовину. То есть если только там социалисты и еще несколько человек, с которыми можно иногда объяснять им моменты, где есть проблема, и пытаться вместе их решать, тогда да. Не могу не спросить. Точнее чувствую такой посыл от кишиневцев, которые нас смотрят. Вот система электронных платежей. Кто за это, за ее внедрение заплатит? И не окажется ли так, что стоимость может стать дороже? Или наоборот, может быть, можно ли ожидать, что стоимость уменьшится из-за того, что увеличится финансовый оборот в самой системе общественного транспорта? Смотрите, на сегодняшний день мы не говорим о том, кто... То есть я сознательно и с полной ответственностью говорю о том, что мы на сегодняшний день не говорим о том, кто за это будет платить. То есть сейчас это не первостепенный вопрос, кто за это будет платить. То есть здесь есть определенные варианты, как это можно будет сделать. Раскрывать карты я не буду. Здесь есть решение этих вопросов, которые Кишиневу обойдется вообще практически ни во что. С моментом вторым вопросом по поводу того, подорожает либо подешевее транспорт, я могу сказать, что согласно подсчетам нашим, то есть та система, понятно, что система изначально, которая предусматривает электронная система, она дороже, потому что человеческого фактора там нет, там есть определенные люди, которые должны обслуживать эти аппараты, которые должны печатать какие-то там билеты, которые должны, то есть проценты, которые должны уходить на оплату трансферов банковских. То есть там есть технических много вопросов, то есть это перекрывает удешевление, тариф останется на том же уровне, но он будет закрываться другими точками, которые там если говорить, оплата персонала, которая будет следить. оплата, то есть мы получим новую модернизированную систему и люди не почувствуют на себе, что они почувствуют удобство, но за это дополнительно за это никто платить не будет, то есть разница для людей, то есть они никакой не почувствуют с точки зрения стоимости. Единственное, то есть тут еще вопрос, там второй, третий шаг, это у нас же какое-то количество троллейбусов подразумевает, что туда можно подключать кондиционеры и этот вопрос тоже обсуждается, потому что когда летом едешь в транспорт, невозможно находиться там. Я не говорю сейчас про старые троллейбусы, я говорю про новые единицы, которые есть. Вот тут обсуждаемый вопрос, как это внедрять, как это включать, то есть тут приходит троллейбусный парк говорит о том, что ну тогда он должен дорожать проезд, потому что мы тратим дополнительно деньги. Тут вопрос обсуждаем, к нему мы еще не пришли, я говорю сейчас говорить о каких-то финансовых аспектах, это пока не стоит. Мы сейчас говорим концептуально о внедрении. Другой, следующий момент будет о том, как это делать с точки зрения финансов, кто за это будет платить, как это будет работать, то есть здесь есть еще, мы ждем отчеты от управления транспорта, которые должны нам предоставить, как они планировали это внедрять, потому что судя по их проекту, там вообще какие-то баснословные, там речь идет о 7-8 миллионов евро внедрении, то есть это какие-то вообще сумасшедшие деньги, я не знаю, на что они просто пытались это тратить, мне просто интересно посмотреть их калькуляцию. Тут есть много решений, мы выберем оптимальное решение, которое для кишиневцев будет незаметным практически. Ну и например такой вопрос, что делать, эта система предусматривает возможность проезда в этом общественном транспорте, который будет обелечиваться такими электронными платежами, проезда льготников, есть пенсионеры, категория людей, которые предполагается обеспечить именно таким вот льготным пользование общественного транспорта по меньшей цене. Ну это то, о чем я говорил, то есть есть, скажем, сейчас людям старшего возраста им предлагают жить, то есть либо получить бесплатный проезд в виде проездного билета, либо, то есть им там перечисляют какие-то деньги дополнительно к пенсии, они самостоятельно уже оплачивают за проезд. Если мы говорим о тех людях, о той категории людей, которые ездят сейчас бесплатно, то есть у них есть там проездные, или они должны показать свое удостоверение, они ездят, проезжают, то есть для них ничего не изменится. Я говорю, проездные просто заменят на безлимитные карточки. Вот это будет единственное отличие, различие. Я думаю, люди старшего возраста, они еще и спасибо скажут, что теперь они эту карточку смогут нормально ощущать. Это не какой-то лоскуток бумаги, который, опять же говорю, он рвется, мокнет и непонятно, где он находится. Тут ты положил его в себе в пошелек в портмоне, ты видишь и знаешь, как он выглядит, его легко найти, он достаточно упругий и чувствуется, что это проездной билет нормальный, который ты подставил, прошел, все. Для людей, которые проезжают, там работники, например, органов и так далее, то есть они как проезжали раньше, они же не получают сейчас проездные билеты, не платят за проезд. У них есть удостоверение, они так же и проезжают, то есть ничего для них не меняется. То есть это... Понимаю. Спасибо за этот разговор. Я думаю, что мы еще один шаг к будущему Кишиневу совершили и надеемся, что и эта инновация воплотится в нашей жизни, в жизни кишиневцев и найдет распространение и в муниципиях страны, потому что ведь мы прирастаем не одним только Кишиневым. Есть достаточно количество крупных населенных пунктов, в которых функционирует общественный транспорт, и эта инновация могла бы, во-первых, таким образом себя и удешевить, когда бы этот опыт распространился бы, например, на общественный транспорт Бельц, Камрата или других городов. Спасибо. Вам спасибо. Будем следить за тем, как это все будет совершаться. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Никита Цурканов. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok